Всем тихой ночи. Волна переписывания старых объектов прошла по чумному доктору. Немного задела SCP-106 старика. И вот наконец дошла до SCP-166 суккуба подростка. Чем не повод поговорить о том, что это за персонаж и что собственно с ним произошло? В изначальной статье на сайте SCP было написано не так много. Где-то в Англии агенты фонда в одном из монастырей нашли существо в облике худой бледной девушки. Монахини заявили агентам, что она является дочерью древнего и могущественного существа. Однако проверить эти слова не удалось. Родители ее найдены не были. Сама девушка обладала рядом необычных свойств. У нее с огромной скоростью росли волосы. А несмотря на свой хрупкий внешний вид, по силе она не уступала взрослому мужчине. Также она отказывалась носить одежду. Ну и рацион ее питания был несколько странный. Но главное аномальное свойство в том, что любой взглянувший на нее мужчина настолько терял самообладание, что попадал под ее контроль. Изначальная суккуб подросток имела силу отдавать приказы, которых невозможно ослушаться. Короче говоря, обычный такой демон суккуб. То есть по версии средневековых демонологов, тварь из разврата и похоти. Так бы это и осталась маленькая статейка обычной про монстра в коробке, если бы не пришел доктор Клев и не занялся ее переписыванием в первый раз. Фонд узнал чуть больше о предыстории объекта. Оказалось, что в монастыре ее сдала мать, которая и сообщила монахиням о том, что ребенок этот от древней могущественной сущности. Обновилась в статье не только эта. Годы, проведенные на содержании фонда, меняют всех, даже демонических существ. И для начала изменилась внешность. Вернее, она стала обычной. Пропала странная бледность. Куда-то ушла значительная физическая сила. А одежду теперь существо носит вполне по своей воле. Хотя теперь любая ткань на ней быстро разрушается. Так что менять ее приходится часто. Не реже раза в неделю. Изменилось и главное свойство. Теперь SCP-166 не подчиняет мужчин. А сводит с ума, заставляя своих жертв маниакально хотеть с ней секса. Что в некоторых случаях перерастает в непрекращающееся помешательство. По какой-то причине это ее свойство не работает на доктора Клефа, который спокойно заходит к ней в камеру содержания и беседует с ней по поводу ее матери. В конце статьи появляется ссылка на файл «Инцидент 239-Б», который объясняет этот факт и вообще соединяет вместе множество разных SCP-объектов в единую сюжетную линию. Все начинается с того, что доктор Клеф решает уничтожить SCP-239 «Дитя-Ведьма», так как та представляет собой огромную опасность. Однако его планы сделать это втайне от руководства SCP. И что самое главное, втайне от самой SCP-239 срываются, что приводит к целой битве в секретном комплексе, в ходе которой Клеф посещает камеры содержания некоторых объектов. Одним из посещенных был старый SCP-336, который на англоязычном сайте был сильно переписан, а на русскоязычном остался с припиской «В». Однажды ученый фонда, гуляя по улице, наткнулся на цветочную лавку, в которой продавала свои цветы необычно красивая женщина. Когда она увидела ученого, она закрыла свой магазин и заявила, что пойдет с ним. Вместе с этим человеком она пришла в зону 17, где у нее обнаружилось аномальное свойство. Она оказалась способна управлять любым разумным существом. В отличие от аналогичного свойства изначального SCP-166, приказов, которые она дает, не могут ослушаться люди обоих полов. Исследование ее магазина выявило, что здание стоит на том месте дольше, чем все известные человеческие поселения. Так что обосновалась она там очень давно. Женщину это обозначили как SCP-336 и поселили в камере содержание, что ее вполне устроило. И вот в суматохе боя, во время инцидента 239-Б, в ее камеру врывается сам Клев, где у них происходит диалог, из которого мы узнаем, что Клев такой же древний, как SCP-336. И что еще они в некотором неопределенном прошлом были женаты. А еще похоже, что 166-й объект, сукуб подросток, это их дочь, которую они сделали когда-то очень давно. После получения информации об этой беседе, фонд SCP решил поставить Клева на содержание, как объект. Но что-то не сложилось. Хитрый Клев избежал такой участи. Поначалу читатель мог лишь догадываться, что SCP-166 это дочь Клева. Но позже в объекте появился новый документ, письмо, в котором прямо об этом говорится. Это письмо связано с другой историей на сайте SCP, которая называется «Предсмертная записка», и которая во многом раскрывает персонажа доктора Клева. И еще раз подтверждает, что SCP-166 это его дочь, а SCP-336 его жена. Там Клев вроде как застрелился, но тело его не нашли. И вообще есть куча рассказов, где он умирает другими способами. Мультивселенная, все дела. Так оформилась история SCP-166, которая довольно долго висела на сайте, и которая для многих стала каноничной для этого персонажа. В 2018 году появляется новый объект, SCP-4166, бывший сукуб подросток. SCP-4166 это объект, похожий на SCP-166, но уже не подросток, и с кучей психологических проблем и расстройств, а кроме того имеющий способности скульптора реальности. Своими способностями она пользуется для создания человекоподобной фигуры в виде тени, которая сама по себе опасна тем, что тот, кто ее видит, начинает испытывать множество психических нарушений. Но несмотря на надпись, бывший сукуб подросток в заголовке объекта, это не SCP-166 в будущем, а совершенно другой персонаж, сильно отличающийся историей происхождения. А еще этот объект не понравился самому Клефу, тому, что автор, а не персонаж, который написал, что как-то многовато всего SCP-4166 взял от SCP-166. В общем, не дает Клеф переписывать эту историю. Или дает. В октябре 2020 года статья оригинального SCP-166 с разрешения автора была полностью переписана. Объект переехал из зоны 17 в 19-ю. И это самое малое, что с ним произошло. Условия содержания сильно усложнились. Теперь 166 содержат как опасный объект, несущий биологическую угрозу. Одежду также приходится менять часто, но уже раз в месяц, а не каждую неделю. Сильно изменилась и внешность. Выросли рога, копыта и короткий хвост. Основное аномальное свойство тоже изменилось. Существо больше не вызывает плотского увлечения. Вместо этого оно разрушает все рукотворные объекты вокруг себя на определенном расстоянии. Также внутри этого радиуса неизвестным образом появляются различные растения. Несколько расширилась предыстория объекта. Например, стало известно, что на устранение ее матери был послан агент Го Кукулеле. Так звали Клефа, когда он служил в этой связанной организации. По данным Го Кукулеле выполнил свое задание, но затем героически погиб. Впрочем, на самом деле он перешел в фонд SCP. Хотя тут новая история уже кое в чем не сходится со старой. Ведь в новом SCP-166 написано, что после выполнения своего задания по убийству, Клеф сам передал будущее SCP-166 в монастырь, а затем сам же сдал ее в SCP в качестве объекта, для того, чтобы фонд защищал ее от ГОК. Ведь фонд хранит объекты, а не уничтожает. Но выходит, что встреча Клефа с SCP-336 во время инцидента оказывается невозможной. Хотя на самом деле нигде не написано, что это именно SCP-336 родила SCP-166, Сукуба-подростка, а у Клефа могло быть внезапно несколько жен за его долгую нечеловеческую жизнь. Кроме того, теперь в файле SCP-166 ее мать описывается скорее как какой-то лесной дух. У нее вот даже и копыта есть. Еще написано, что она была убита в некоем Корнвельском инциденте. И немного порывшись на сайте, я нашел SCP-4231. Это не просто стена текста, это настоящая великая китайская стена текста. Пока что это самый большой текст SCP из всего, что я вообще видел на сайте. Примерно на час непрерывного чтения. Общий смысл в том, что SCP-4231 это то здание, где были найдены первоначальные жертвы SCP-231. Те самые женщины, рожающие монстров во слову Алого Короля. А там, оказывается, еще было второй этаж. Да и вообще это целый особняк, в котором происходит множество странных событий. Одно страннее другого. И в одной из комнат там нашли полубожественную сущность в виде женщины, которая была недавно беременна. И застрелена в голову другой сущности в виде мужчины, в котором неожиданно узнали того самого агента Укулеле, которого Гог считает убитым. И который позже станет клефом в SCP. Ну а их ребенок это значит SCP-166. Переводчику, который все это возьмется переводить, конечно же, счастье, здоровье и вот это все. Жмем F, чтобы проявить уважение. В новой статье SCP-166 поменялось не только вот это все, но и ссылка в конце прощального письма клефа. Теперь она ведет на совсем другую статью, которая называется «Могильный камень Альта Клефа». И рассказывает эта статья о том, как на похоронах клефа выясняется, что никто толком не знает, что с ним случилось. И вообще непонятно, умер ли он на самом деле или снова куда-то сбежал. Все как в других статьях, где описывается смерть клефа, в общем. Традиции соблюдены. Такие вот трансформации пережил персонаж SCP-166, пройдя путь от монстра в коробке до персонажа, связанного с кучей вещей во всем SCP. Сейчас в русской версии статьи про SCP-166 творится некоторая драма. Ее сильно заминусовали. Видимо, дух природы это не так интересно, как Демон Суккуб. Кстати, напишите в комментариях, какая версия этого объекта вам больше по душе. Поглядим, кого больше. Тех, кто за старую версию или за новую. Всем пока!